Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт провел в Воронеже большое региональное совещание накануне коллегии ведомства в Москве. Год был непростой. Год был тогда, когда вводили санкции против России. Россия вводила ответные меры и все это не так просто было и для наших территориальных управлений, и для центрального аппарата, но и в целом, вы знаете, и для страны. Поэтому обращали внимание руководители территориальных управлений на то, что увеличили значительное количество поставок нашей подконтрольной продукции, как ветеринарной, так и фитосанитарной. С поддельными документами, с документами из других стран появились такие выражения, как ложные транзиты внутри нашего Евразийского экономического союза, чего не было раньше. И этим активно стал пользоваться бизнес, потому что это не сегодня зарегламентировано ни в каких документах нашего было таможенного союза, а сейчас евразийского сообщества. К сожалению, это является серьезной проблемой, потому что помимо того, что этим обходят ответные меры, которые ввела Россия, то и продукция, которую поставляют, получается, неизвестного происхождения. А когда продукция неизвестного происхождения, то говорить о том, что мы отвечаем за ее безопасность, нельзя. От технической оснащенности предприятий Россельхознадзора зависит не только безопасность поставок в Россию продовольствия, но и защита от проникновения в страну, карантинных и других опасных возбудителей болезней растений, сорняков и вредителей растений. Мы приглашали наших руководителей лабораторий, которые работают в этих регионах, Тульская лаборатория, которая обслуживает ветеринарные и фитосанитарные работы проводят в ряде регионов, Белгородская лаборатория и Орловские референтные центры. Ну и констатировали, что за то время, когда у нас эти лаборатории подверглись реконструкции за время существования в Россельхознадзоре, конечно, поменяли не только свое лицо, поменяли свои возможности и стали передовыми предприятиями, которые способны выполнять любые задачи на международном уровне, потому что имеют международную аккредитацию в системах, проводят лечительные испытания не только внутри страны, но и зарубежными системами. Так что так поднялись в этом отношении на хороший уровень. Были также приглашены наши учреждения, которые здесь имеют филиалы, это Центр оценки качества зерна и Всероссийский научно-исследовательский институт карантина растений, то же самое. Вот такую работу провели, сейчас будем продолжать эту работу, поедем, посмотрим у вас в предприятие. И надеюсь, что эффективность перед заседанием коллеги, которую будем проводить, мы уточнили, какие вопросы наши коллеги хотят услышать, в том числе и на коллегии, уточнили, какие материалы нужны. Журналисты задали на пресс-конференции руководителю Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергею Данкверту немало острых вопросов, ответы на которые вы узнаете из нашего следующего видеосюжета. Следите за обновлениями на СВИК-ТВ. СВИК-ТВ СВИК-ТВ СВИК-ТВ